Дегтярная вода Дегтярная вода. В Древней Руси широко использовались лечебные свойства дегтярной воды, мыло, дегтярные пилюли. Дегтярная вода. В старинном лечебнике пишут о дегтярной воде. Удивительные качества дегтярной воды особливо видны при лечении антонового огня, то есть гангрены, когда она происходит от внутренних причин кислоты и оскудения крови. Она излечивает также злокачественную рожу, разряжает запоры, залечивает наружные и внутренние язвы, исцеляет от мокротных простудных болезней, от сухотки, колотья в боку, от воспаления легких. Чрезвычайно целебна, при худокровности, худосочности, судорогах, маточных и эпохандрических болезнях. В болезнях мочевого пузыря касательно зарождения камня. Гонит мочу, умершляет глисту, чистит кровь. Дегтярная вода удивительным способом способствует пищеварению, полезно при несварении желудка, происходящем от расслабления, возвращает аппетит, ускоряет обращение крови, унимает простудные боли в груди. Она прекрасное средство против лихорадки, гнойного кашля, водной болезни. Давать ее младенцам от 2 до 4 чайных ложек 2 раза в день. Взрослым давать утром натощак от 250 до 450 мл, то есть от стакана до полулитра. При расслаблении членов и ломоти дегтярная вода имеет самую удивительную силу. Но можно получить еще большую в этих немощах пользу, натирая ею несколько раз в день больной орган. Натирая дегтярной водой ежедневно зубы и десны, можно сохранить их от порчи. В острых и опасных болезнях можно подогреть дегтярную воду, принимать ее изобильно, не опасаясь никаких от того следствий. В хронических болезнях дается больному по одной кружке в день, половина поутру, а другая вечером. При шелудях, вередах, чесотке, проказе, порче и при других накожных болезнях по 4 раза и более в сутки. Дегтярная вода с большим успехом используется при лечении чахотки. Если больной слаб, то давать в сутки по 2 стакана дегтярной воды пополам с молоком. И смотря по силе желудка, прибавлять ежедневную дозу постепенно и давать по 3 стакана в день без молока. Дегтярная вода служит предохранением от оспы. Оспы. Никто об этом не говорил, а народная медицина уже это знала и предохранялась. Полезно принимать по одной кружке этой воды утром натощак и вечером или за 2 часа до обеда. Против цинготной болезни дегтярная вода имеет удивительную и целебную силу, очищая жидкость организма и укрепляя твердые части. Расслабленных больных цингот удачно исцеляли, давая в сутки от 6 до 16 унций. Одна унция равна примерно 30 граммам дегтярной воды. Вот такие вот сведения о дегтярной воде, которую употребляли наши предки. Приготовление дегтярной воды. Первое. Для наружного применения 2 литра кипящей воды и 1 литр дегтя соединить в одной посуде и хорошенько перемешать. Сболтать деревянной палкой в течение 15 минут. Дать отстоять 10 часов. За это время произойдет разделение. Надо осторожно слить прозрачную жидкость и хранить ее в плотно закупоренной бутылке. Это дегтярная вода для наружного применения. Ее наносят на голову и втирают в кожу головы для роста и густоты волос. Приготовленную таким способом дегтярную воду можно делать крепче или слабее в зависимости от потребностей. Обмывание больных частей тела этой жидкостью помогает от мочекаменной болезни, чесотки, от язв, золотухи и проказы. Полезна она и от таких болезней. Оспы, кровотечений, изверзлений кишок, от всяких опухолей, гангрены, скорбута, рожи, бронхиальной астмы, расстроенного пищеварения, водянки и даже истерии. Второе. Для внутреннего применения. Возьмите полтора литра холодной питьевой воды, 100 грамм дегтя и двухлитровую пластиковую бутылку. Помните, деготь должен быть берестяной. Его можно купить в аптеке. Вначале в бутылку налейте деготь, а потом тонкой струйкой добавьте в воду. Пластиковую бутылку плотно закройте крышкой и в течение 10 минут хорошенько взбалтывайте, чтобы вода и деготь перемешались. Так поступайте в течение 3-5 дней. Храните в прохладном темном месте. Для удобства взбалтывания и улучшения перемешивания дегтя с водой лучше брать 3-х литровую бутылку. Это вы поймете, когда будете перемешивать. Больше будет мешаться, естественно. После 3-5 суточного настаивания вы получите жидкость. Сверху плавает слой дегтя, а под ним прозрачная жидкость. Эта жидкость причем как-то наша, знаете, люминисцирует немножко. Вот эта прозрачная жидкость и будет дегтярной водой. Чтобы ее отделить от слоя дегтя, переверните бутылку крышкой вниз и дайте немножко отстояться. Дегтя поднимется вверх, а вы осторожно открутите крышку и сольете воду в заранее приготовленную емкость так, чтобы слой дегтя остался в бутылке. Для этого не обязательно полностью откручивать крышку. Отвинтите ее настолько, чтобы вода постепенно стекала и вы спокойно контролировали этот процесс. Оставшиеся в бутылке дегтя можно использовать в хозяйственных целях, либо выбросить. Дегтярную воду рекомендуется хранить в плотно закрытой посуде. Посуда предпочтительно стеклянная. Если вы все правильно сделаете, вы получите дегтярную воду, которая будет прозрачная. И как бы она будет светиться изнутри, вроде чистейшей родниковой воды или сухого вина. А свечение это произойдет из-за того, что именно там останется, ну я так считаю, может вы по-другому считаете, энергетика огня. И энергетика огня, янская такая энергия, она делает все ясным. Ясным, чистым. Это важно понимать. Третий вариант. Беру 4 литра холодной питьевой воды и 0,5 литра березового дегтя. Все тщательно перемешивать. Древянная лопатка в течение 5-6 минут. Плотно закрывает и наставит двое суток. Далее сливает и храняет плотно закупоренной таре бутылкой. Но все равно тут надо перемешать, чтобы все хорошенько перемешалось. Прием внутрь дегтярной воды лечит злокачественную рожу, наружные и внутренние язвы, мокротные простудные болезни. Помогает от сухотки, колотия в боку, от воспалений легких. Она еще способствует пищеварению, улучшает аппетит, быстро устраняет боли в груди. Считается прекрасным средством от лихорадки гнойного кашля. Дегтярную воду рекомендуется взрослым пить утром натощак по 300-500 граммов. Больным младенцам по 2-4 чайные ложки два раза в день. Пьют дегтярную воду подогретую. Суточную дозу можно разделить пополам. Половину утром, а другая вечером. Помимо употребления внутрь, рекомендуют несколько раз в день натирать кожу над больным органом. В профилактических целях рекомендуют пить по 2 стакана в день, утром и вечером натощак. Курс 7 дней, 3 дня перерыв. И так повторять несколько раз, но не более 2 месяцев. После 2 месяцев делать 2-х месячный перерыв. Далее цикл лечения можно повторить с таким же интервалом. Четвертый вариант. В экстренных случаях подходит этот вариант приготовления дегтярной воды. Литр питьевой воды смешать со 100 граммами берестяного дегтя в 2-х литровой пластиковой бутылке. В течение 20 минут хорошенько взбалтывать, ночь отстоять. Воду аккуратно слить и использовать. Эту воду рекомендуют использовать для очищения организма. Пить на протяжении 10 дней по 2 столовых ложки на ночь. Средство обладает хорошим очевидным эффектом, помогает укрепить сердце и сосудистую систему. Применение дегтярной воды. При болезни бронхов смешать столовую ложку дегтя с 8 ложками воды. Хорошенько перемешать 10-20 минут и наставить в течение 1-2 дней. Принимать по 1 ложке раз в день. Средство быстро избавляет от кашля. Туберкулез легких. Дегтярная вода с большим успехом применяется при лечении туберкулеза легких. Тогда его называли чахоткой. Ослабленным больным дают сутки по четверти стакана дегтярной воды пополам с коровьим молоком. Если больной еще не ослаблен, то рекомендуют пить по 3 стакана дегтярной воды в день, утром, в обед и вечером. Оспа. Наши предки принимали дегтярную воду, чтобы не заболеть оспой. Смертельная болезнь средневековая. Пили по половине кружки. Одна кружка равна литру. Утром натощак и вечером, иногда и за 2 часа до обеда. Цинга. Больным цингой рекомендовали пить в сутки от 1 стакана до пол-литра дегтярной воды. Зубы и десны. Можно сохранить в здоровом виде, полоская рот дегтярной водой. При чесотке, проказе и других кожных заболеваниях пили дегтярную воду по стакану 4 раза и более в день. При расслаблении, слабости и ломоте в конечностях, то есть ощущении, что мышцы и кости тела буквально ломают, выкручивают, сплющивают и растягивают одновременно. Пьют дегтярную воду. Эффект лечения увеличится, если одновременно втирать дегтярную воду в больные места. Камни в мочевом пузыре. Принимать внутрь и делать обертывание компрессой на область мочевого пузыря. В целом, при тяжелых случаях, больным рекомендовали принимать подогретую дегтярную воду в больших количествах. Например, при хронических болезнях рекомендовали пить раз в день по одной кружке, то есть по литру за раз. От выпадения волос. Для улучшения роста волос и препятствия их выпадению рекомендуют использовать дегтярную воду по несколько раз в неделю. Для этой цели готовят дегтярную воду так. В полутора или двухлитровую пластиковую бутылку сначала заливают 50 грамм дегтя, а потом литр чистой воды. Плотно закрывают крышкой и хорошенько в течение 10 минут взбалтывают. Ставят в темное место на трое суток, но ежедневно достают и хорошенько от 5 до 10 минут встряхивают. По окончании этого срока воду аккуратно сливают и применяют в качестве ополаскивания волос. При растережении. Это уже из своего опыта. На передачу Малахов Плюс пришла женщина и рассказала свой опыт применения дегтярной воды. У нее был на руке Лишая. После лечения он пропал. Она подумала вылечилась. Однако, как оказалось, он ушел с поверхности кожи от лечения. Он внутрь углыб организма. Когда она стала пить дегтярную воду, то через неделю покрылось коростное все тело. И изнутри все полезло наружу. Лишая начал спасаться так. Оказывается, Лишая стал из внутренности под действием дегтярной воды выходить наружу через кожу. Это продолжалось не менее двух месяцев. Женщина провела самообладание и продолжала принимать дегтярную воду. Где-то на третьем месяце кожа стала очищаться, а потом и вовсе стала чистой, как у младенца. Что она и продемонстрировала на передаче. И что я видел своими собственными глазами. Другая женщина, уже старушка, рассказывала, что их мать предохранила ее от чумы. Это было во время гражданской войны. Отступающих солдат белой армии косила чума. Они проходили через их селение и мерли прямо по дороге. Да и целые деревни умирали. Матери приснился сон, что надо пить деготь и мазать ворот одежды, а также ворота дегтем. Проснувшись, она так и сделала. Намазала ворот одежды детям, дала немного выпить, в том числе и ей, девятилетней девочке. Их семья выжила. А вот остальные. В истории сохранился случай, когда в средние века пощадили мародеров, разграбляющих дома умерших от чумы людей. Оказывается, они, чтобы не заболеть этой смертельной болезнью, мазали ворот одежды дегтем и тоже его пили. Это позволило им оставаться здоровыми среди чумных, живых и мертвых. У нас осталась чага, березовая чага. Чага-березовая. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.